друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят небольшая такая важная информация если у вас висит зависает youtube нет возможности смотреть бесперебойно в нормальном прежнем режиме youtube до ролики контент любой и так далее обязательно скачивайте vpn переходите есть платные версии есть прекрасные бесплатные версии скачайте потратьте на это две-три пять минут времени своего драгоценного и будете смотреть в прежнем хорошем формате режиме без всевозможных зависаний у меня бесплатная версия которой пользуюсь уже две недели ну что друзья мои ролик вчерашний поберухи тот самый который она вчера выложила где вот как раз таки было про корову знаете сразу хочу сказать ужасное на осталось после вкусе после вот этого просмотра этого ролика сразу хочется сказать таким собственно как поберуха да и к ней обращаюсь и к таким же к таким же людям как она не хотите не можете не умеете заниматься скотиной не беритесь это живое существо которому больно которому плохо вот знаете поберуха попыталась показать как она родила и болела за эту тёлку а ведь на самом деле ребят она даже имени изначально ее не вспомнила в общем ладно обо всем по порядку поберуха говорит я встречаю вас в ванной комнате но еще бы место встречи как говорится изменить нельзя далее друзья мои собственно чё она вообще выползла реклама сыворотки рассказывает о том что ой говорит посмотрите моя кожа была такой плохой а сейчас с помощью этой сыворотки я горит боюсь что я себя в ближайшее время не узнаю насколько типа я расцвету и буду выглядеть молодо и прекрасно ну что ж как говорится свежу предание довериться с трудом лёля тебе одна сыворотка явно не поможет кстати эта сыворотка мне напомнила женькины флакончики уж не знаю что это за сыворотка особо не смотрела не вглядывалась если честно не рассматривала посылки не заходила а в любом случае да ну далее далее поберуха рассказывает о том что она была в парикмахерской подстриглась и покрасилась ну правильно ребят это на арматуру денежек нет но после на посещение салона красоты да на ногти на маникюр на педикюр на все это дело денежки конечно же есть это святое что вы что ли ну а затем уже кстати когда она сказала что я сейчас а выйду значит я сейчас приму ванну и она уже выходит в кадре в полотенце мол посмотрите ну да вот обычно так себя и ведут скромные такие женщины верующие у которых много деток да вот обязательно непременно надо выйти к своему зрителю обернувшись в полотенце ну а как иначе в одежде нет 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 ничего интересного а вот в полотенце самое то далее друзья мои что там поберуха рассказывает о том что им надо срочно ехать в город говорит проблемы у нас вот корова говорит вы же знаете телка у нас пострадала корова пострадала шансы дают 50 на 50 причем ребят я вот смотрю на нее насколько спокойно она об этом говорит и когда она сказала сразу что шансы дают 50 на 50 и потом еще почти в конце ролика озвучила что ветврач дает оставит неутешительные прогнозы да я сразу все поняла я считаю что поберуха для себя уже все в отношении этой коровы друзья мои решила на все сто процентов то есть когда она так говорит как правило у нее уже решение принято это помните как сада и с собаками было и с коровами было и с телками было все абсолютно одинаковые ситуации ну раз 50 на 50 мы прекрасно понимаем что она бороться до последнего и до победного конечно же не будет причем обратите внимание как спокойно она говорила про эту корову так спокойно знаете с такой практически полуулыбочкой на лице то есть ни один ее мускул не дрогнул хочется спросить а где простите женщина про сострадание про какое-то вообще элементарное сострадание к живому существу знаете вот любой бы из нас нормальный человек заливался бы слезами стоя возле этой коровы вот мне ее жалко да жалко просто а ей плевать опять же в очередной раз поберуха показывает свое истинное нутро очень жестокого человека который лишен друзья мои какой бы то ни было эмпатии да то есть у нее вообще нет никакого никаких чувств по отношению ни к людям ни к родным ни к близким ни к животным ни к скотине которую так она любит так она любит а с другой стороны а чё ей переживать она же знает прекрасно ну сейчас потеряет кого-нибудь до из коров ничего страшного потом выставит донат и будут опять всем миром всем колхозом собирать лёльки на очередную коровку сколько раз такое было единственный момент что конечно же донатить ей стали значительно меньше вот здесь уже как говорится да другой момент далее далее значит опять спросит на арматуру показывает реквизиты своей карты выставила дам просит на арматуру ну правильно а в салон красоты сходить сходила все хорошо все прекрасно теперь можно попросить на арматуру чё она там дальше значит да рассказывает она про эту тёлку рассказывает рассказывает называет ее агатой а потом говорит ой извините говорит я забыла говорит это же агуша сказать что я в афиге ребят это просто не сказать ничего то есть она даже толком знать не знает как зовут тёлку как зовут какую-то корову и так далее это еще раз подтверждает тот самый момент что на этими коровами даже близко не занимается и вот когда они с гришкой там пытались ставить эксперименты как надо правильно там натянуть этот носок как надо правильно рану ой мы неправильно рану обрабатывали и так далее я вы знаете в этом ничего не понимаю никогда не было хозяйстве уже миллион раз об этом говорила но я читала комментарии которые люди в которых люди давали советы как надо правильно обрабатывать чем надо правильно обрабатывать мол не перекисью там или в левомиколью кто-то еще что-то писал и так далее поберуха лайкала эти комментарии ну типа я вижу я все читаю и так далее сама же сказала ой мы не так обработали я не так обработала то есть настолько ей насрать на мучение этой коровы настолько ей насрать да получается она действительно для себя уже все решила что дальше будет и какова участь данной бедной несчастной коровы на году надо же она там нашла вот этот вот лист железа я тут ролик не смотрела ребят когда как раз таки у нее повредилась корова да мне хочется спросить простите а у вас на хозяйстве вот так вот все разбросано да что корова может пойти обо что-то повредиться травмироваться но видите виновата не лёлька виноваты не бесконечные мужики лёльки не работники да а виновата непосредственно корова короче жалкое зрелище как они с гришкой там эту бедную несчастную корову да и как вот жалко ее и лёля стоит ей все равно абсолютно и она опять же говорит о том что да ведь врач дает неутешительные прогнозы она говорит ну такое бывает от этого никто не застрахован помните же говорит у нас была уже одна джерсийская корова которая упала на льду помним лёля только сейчас ты рассказываешь абсолютно другую версию развития событий когда изначально люди говорили что скорее всего эту корову травмировал шурик ты кричала вы что с ума сошли да причем тут шурик да я вообще ничего не знала я вообще лежала в больнице и так далее а потом ребят вспоминайте когда она была зла на шурика и когда она рассказала в один прекрасный момент о нём а много чего интересного в том числе и то что она за него платила долги по судебным приставам и так далее да она же сказала что он действительно виноват что он ударил эту корову она тогда призналась а сейчас уже промолчала но во первых да сделала вид что ничего такого не было корова сама виновата корова сама упала да так она упала правильно ее сначала ударили несколько раз потом она просто не выдержала и упала и больше потом все как говорится да но плюс она прекрасно понимает что на ее канале есть новенькие зрители которым эту информацию лучше не знать какие там любители вот этой вот скотины вот этих вот животных я еще раз глядя на всю эту картину окинув все это взглядом посмотрев на все на это хочу сказать вот все-таки да мы в любом случае насколько от нас зависят и старики насколько от нас взрослых до зависят дети которые тоже зависимы от взрослых вот насколько от нас зависят животные от человеческой если есть доброта это хорошо плюс не только домашние животные ну и конечно же скотина ведь это же тоже живое существо и всю жизнь насколько я знаю корова это было что-то такое вот святое для людей да я там не говорю про индию где корова это священное животное говорю о том что всегда в семьях да которые держали коров там сельской местности в деревнях и так далее как раз таки коровки относились как кормилица кормилица ласково ее называли я вот глядя на вот эту вот шайкулейку на вот этих вот дегенератов на лёльку на гришку который тоже человеколюбием и состраданием да не отличается ни детей по берухе не жалко ему не жалко и корову эту не жалко мне хочется сказать знаете что это не ваше оставьте в покое бедных несчастных животных лучше себя снимайте показывать потому что ну вы явно не те люди которые несут ответственность за кого бы то ни было вы на себя взять ответственность за себя самих не в состоянии ребят вот так у меня получился обзор продолжение следует пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всем пока пока